Здравствуйте, братья и сестры. На библейский портал Изгел пришел вопрос. Полтора года назад погиб близкий мне человек, ему был 21 год. С момента, как я узнал его гибели, не могу справиться с горючей утраты. Меня мучает мысль об этом человеке, множество вопросов в голове. Это сподвигло меня изучать тему вечной жизни. Я обращаюсь к Писанию и не могу понять, что происходит с душой в загробном мире. Слышит ли этот человек мои молитвы о нем и мое обращение к нему? Встретимся ли мы с ним еще в том мире? Как жить с этим? Знаете, душа каждого человека на своей глубине знает, что смерти быть не должно. мы живем и рождаемся с этим, может быть, даже неформулируемым и еще не даже проговоренным знанием. Поэтому смерть любимых причиняет нам такую боль. Сердце знает, что человек жив, должен быть жив, а его нет. Поэтому бывает так, что мы живем со скорбью об умершем близком в течение десятилетий. Нам его не хватает, и эта боль может в каком-то смысле быть облегчена только через молитву. Вот когда мы молимся о усопшем нашим любимым близком, мы получаем некоторое утешение, чувствуя, что и он получает утешение. Поэтому все эти мысли, все эти переживания, всю эту скорбь надо притворять в молитву о нем и за него. Бог наш, в которого мы веруем, и которого мы любим, есть любовь. И праведный судья. Но когда он видит, что душа человека, прожив, может быть, даже короткую жизнь на земле, посеяла любовь, которая прорастает молитвенным трудом, он готов перейти от суда к помилованию. И любовь Бога превосходит его справедливость. У преподобного Исаака Сирина, великого древнего святого, есть такие удивительные слова. Он говорит, не называй Бога справедливым. Если бы он был справедлив, никто бы из нас не спасся. Мы все бы погибли. Называй Бога милосердным. И молитва, творимая из любящего сердца, имеет дерзновение притворять Божью справедливость, Божье милосердие. Поэтому прежде всего надо молиться за этого человека. И, конечно, душа человека вечно. Это одна из основ нашей веры. И, конечно, мы увидим и встретимся. И в молитве мы получаем некоторое уверение об этой встрече и об этом видении.